Друзья, всем привет! В этом видео поговорим про икроножную мышцу, которая, поражаясь триггерными точками, может вызывать боль по задней поверхности бедра, коленного сустава, голени и в стопе, а также являться причиной ночных судорог и перемежающей хромоты. Подробно разберём её анатомию, функции и лечебные упражнения, которыми можно самостоятельно помочь себе в домашних условиях. С вами я, Сергей Чернов, доктор-мастер йоги. Икроножная мышца – наиболее поверхностно расположенная мышца голени, которая пересекает два сустава – коленный и голеностопный. Она, как и бицепс плеча, состоит из двух головок – медиальной, расположенной ближе к внутренней части голени, и латеральной, расположенной ближе к наружной части голени. Медиальная головка икроножной мышцы более массивная, и её мышечные волокна опускаются ниже латеральной головки. Вверху каждая из головок прикрепляется к соответствующему медиальному или латеральному мышелкам бедренной кости при помощи прочного сухожилия, а также капсуле коленного сустава. Внизу обе головки мышцы объединяются в общее сухожилие, которое сливается с сухожилием комбаловидной мышцы, расположенной под икроножной мышцей, и продолжается дальше в пяточное ахиллово сухожилие, которое фиксируется к задней поверхности пяточной кости. Следует отметить интересный факт, что примерно у 5,5% японцев и около 3% людей других национальностей может встречаться третья головка икроножной мышцы, которая прикрепляется сверху между местами фиксации медиальной и латеральной головок, а снизу может соединяться либо с латеральной головкой реже, либо с медиальной головкой чаще. Обе головки икроножной мышцы иннервируются ветвями большеберцового нерва, который является продолжением седалищного нерва с корнем в первом S1 и втором S2 корешках крестцовых нервов. Икроножная мышца принимает участие в подошвенном сгибании стопы, которое происходит во время ходьбы, бега или езды на велосипеде. Она также активизируется во время сгибания ноги в коленном суставе и участвует в супинации стопы, то есть в ее вращении наружу. Икроножная мышца вносит значительный вклад в стабилизацию коленного и голеностопного суставов, а также в вертикальном положении тела помогает удерживать равновесие. Триггерные точки икроножной мышцы чаще всего группируются в четырех анатомических областях на задней поверхности голени. Одна пара триггерных точек ТТ1 и ТТ2 располагаются чуть выше средних частей медиальной и латеральной головок. Другая пара триггерных точек ТТ3 и ТТ4 находятся выше на уровне задней поверхности коленного сустава, ближе к местам прикрепления мышцы к бедренной кости. То есть в каждой головке икроножной мышцы может быть по две триггерные точки. В медиальной ТТ1 и ТТ3, в латеральной ТТ2 и ТТ4. Первая триггерная точка встречается наиболее часто и отражает боль в поверхность стопы, уходя вверх и захватывая заднюю внутреннюю поверхность голени, заднюю поверхность коленного сустава и заднюю нижнюю поверхность бедра. Вторая триггерная точка встречается реже, чем первая, она отражает боль непосредственно в месте своего расположения, захватывая заднюю наружную область голени. Третья триггерная точка также отражает боль в непосредственной близости от себя, распространяющуюся на заднюю и задне внутреннюю поверхность коленного сустава. Четвёртая триггерная точка вызывает похожий паттерн боли по сравнению с третьей триггерной точкой, который захватывает задненаружную область коленного сустава. Чаще всего третья и четвёртая триггерные точки формируются как следствие длительного существования первой и второй триггерных точек, расположенных в центральных областях мышцы. Ещё одним распространённым симптомом поражения икроножной мышцы триггерными точками являются болевые ощущения по задней поверхности коленного сустава при физических усилиях, например, во время подъёма в гору или прогулок по неровной дороге, а также боль в самих икроножных мышцах после длительной ходьбы. Последнее состояние обозначается термином «перемежающая хромота». Триггерные точки икроножных мышц часто активируются в результате охлаждения, перегрузки или нарушения кровообращения мышц. Спровоцировать активацию триггеров могут подъём по лестнице, восхождение по крутому склону, езда на велосипеде с низкорасположенным седлом и любая другая форма физической активности, в результате которой увеличивается нагрузка на мышцы, сгибающие коленный сустав, например, бег, игра в футбол и другие. Часто активацию триггерных точек могут запускать переломы костей и голени и долговременная неподвижность нижней конечности. Длительное вертикальное положение, например, работа, стоя за компьютером приводит к постоянному тоническому напряжению икроножной мышцы и могут также являться причиной возникновения боли, исходящей из триггерных точек. Ношение длинных носков с тугими эластичными резинками, сидение на кресле с приподнятым передним краем, который передавливает заднюю поверхность бедра, а также любая другая причина, приводящая к нарушению кровообращения, может также усиливать болезненность икроножных мышц. Любовь к высоким каблукам в большом количестве случаев будет также провоцировать боль ввиду того, что приводит к длительному укорочению икроножной мышцы. Люди с миофасциальными триггерными точками в икроножной мышце часто подвержены плоскостопию. У них возникают затруднения при длительной ходьбе и прогулках по пересечённой местности. Ввиду того, что икроножная мышца укорочена, возникает трудность с полным разгибанием колена в положении стоя, с пяткой, прижатой к полу. Триггерные точки в икроножной мышце могут вызывать появление триггеров комбаловидной мышцы, о которой мы поговорим в следующем видео, а также в мышцах-сгибателях голени. Самостоятельно обнаружить триггерные точки и зоны уплотнения в икроножной мышце можно путём её пальпации, а также во время выполнения упражнений на массажном роли. При работе в домашних условиях для устранения триггерных точек в икроножной мышце и вызываемой ими боли необходимо оказать сильное механическое воздействие на область триггера с последующим вытяжением мышцы. Выполняя упражнения на массажном роли, сначала окажите разогревающее массажное воздействие на мышцу и окружающую её фасцию, осуществив движение вперёд-назад в течение 1-2 минут. Затем окажите интенсивное давление на область триггерной точки в течение 30 секунд 1 минуты, после чего выполните ещё несколько раз перекаты на массажном роли вперёд-назад. Поработав точно также на вторую ногу, осуществите вытяжение мышцы любым из перечисленных ниже способов. Мы помним, что основной функцией икроножной мышцы является подошвенное сгибание стопы, а также сгибание ноги в коленном суставе. Поэтому, чтобы добиться её вытяжения, необходимо осуществить тыльное сгибание стопы при выпрямленном колене. Самым простым упражнением для пассивного растягивания икроножной мышцы является следующим. Встаньте возле стены, оперевшись на неё руками. Одну ногу уведите назад, полностью выпрямив её в коленном суставе и прижмите пятку к полу. Стопа направлена строго вперёд. Сгибая переднюю ногу в коленном суставе, смещайте таз вперёд, увеличивая натяжение задней поверхности голени. Сохраняйте конечное положение в течение 1-2 минут, после чего выполните упражнение на другую ногу. Можно ещё больше увеличить силу вытяжения икроножной мышцы задней ноги, если поднять переднюю часть стопы, подложив под неё любой клиновидный предмет, например, тонкую книжку или журнал. Ещё одним простым упражнением является положение, сидя возле стены с прямыми ногами. Возьмите полотенце или шарф и, захватив его руками, накиньте на стопу. Осуществляйте лёгкое натяжение стопы полотенцем, сопротивляясь ему и на вдохе тяните носок от себя в течение 5 секунд, сокращая икроножную мышцу. Затем расслабьте её и с медленным полным выдохом согните руки, натягивая стопу на себя. Повторите упражнение 3-4 раза, либо до достижения растяжения мышцы на полную длину и сделайте упражнение на вторую ногу. Людям, практикующим комплексы хатха-йоги для вытяжения икроножных мышц, можно использовать такие упражнения, как собака мордой вниз , наклон, сидя к прямым ногам с натянутыми на себя носками пасхиматанасаны и любые родственные им упражнения. Икроножная мышца часто подвержена непроизвольным судорогам, особенно в результате её активности или во время сна. Наиболее частой причиной таких судорог являются первая и вторая триггерные точки, реже третья и четвёртая. Одним из важных симптомов присутствия неактивных триггерных точек в икроножной мышце является наличие судорог. Когда триггерные точки становятся активными, то возникают болевые симптомы, описанные выше. Судороги часто возникают после длительного неподвижного сидения, когда стопа стоит на полу и наблюдается укорочение икроножной мышцы. Чтобы вернуть икроножным мышцам необходимую длину во время сидения, рекомендую использовать специальную подставку под ноги, которая осуществляет тыльное сгибание стопы. Я во время длительной работы за компьютером использую именно такую подставку. Многие люди, у которых возникают ночные судороги, сразу встают с кровати и начинают ходить, чтобы предотвратить острое сокращение икроножных мышц. Однако показанные выше упражнения, в которых происходит пассивное растягивание мышцы, помогают быстрее устранить судороги. Если не предпринимать никаких шагов во время возникновения судорог, то есть вероятность, что они будут продолжаться в течение 30 минут и более, после чего икры будут оставаться в болезненном состоянии в течение 1-2 дней. Людям, склонным к возникновению ночных судорог во время сна следует следить за тем, чтобы ноги были в тепле, а также в положении лёжа на спине можно придать стопе нейтральное положение, подложив в ножной конец кровати тугую подушку, тем самым предотвращая подошвенное сгибание стопы, которое может возникать под тяжестью одеяла. Друзья, спасибо вам, что поддерживаете мои видео лайками, пишите свои комментарии, а также делитесь видео в своих социальных сетях. Рекомендую также посмотреть видео, посвященное грушевидной мышце, спазм которой может приводить к ущемлению седалищного нерва, из которого, как я говорил в начале видео, происходит иннервация икроножной мышцы. Желаю вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Увидимся в новых выпусках, пока!